МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Акция протеста без выхода сделан. Глава Дагестана Владимир Васильев прокомментировал инцидент на федеральной трассе в Кайкинском районе. В мусорном плену специалисты Росельпознадзора обнаружили очередную крупную свалку площадью в 4 гектара. Федеральные земли вдруг стали собственными. Депутат обманом, завладевший пятью гектарами земли, предстанет перед судом. Глава Дагестана Владимир Васильев прокомментировал протестную акцию жителей Кайкинского района. На общем собрании Ассоциации Совет Муниципальных Образований Республики он обратился к присутствующим, отметив, что данные проблемы с газом – ничто иное, как следствие безответственного отношения к работе в районах и муниципалитетах. Один разрешил построить теплицу, другой не проверил, третий не принял меры и вместо 11 соток гектара. Третий и четвертый и пятый не посмотрел, а что с ГРС, а как система организована подачей газа, а оказывается это не закольцованная, а тупиковая линия. И что будет там, на краю, вот кто живет? Кто подумал об этом? Кто? Чего вы ждете? Я об этом должен думать. Вы все руководители. Почему не думаете? Почему люди у вас вышли? Потому что вы не слышите, не способны решать задачи. Из-за систематических перебоев с газоснабжением в Каякинском районе жители накануне вышли на акцию протеста. Обострилась ситуация из-за резких холодов. Протестующие попытались перекрыть федеральную автодорогу Ростов-Баку. Выяснилось, что причина перебоев с подачей газа связана с работой тепличных хозяйств, где норма потребления газа попросту не рассчитана, а расход большой. Вы понимаете, что такое, когда люди идут на дорогу? Это значит вам ноль оценка. И мне тоже. Я не раздавляю. Я очень прошу, задумайтесь над этим. Кроме того, глава республики отметил, что совсем скоро истекают полномочия глав 24 районов Дагестана. И в этой связи Васильев рекомендовал основательно подготовиться к предстоящим выборам, но не исключил, что с кем-то придется попрощаться. И главным экзаменом для глав муниципалитетов станет показатель собираемости транспортного налога. В 2020 году необходимо собрать в этой сфере 1,2 млрд рублей, и главы должны активно этому содействовать. А иначе, как отметил глава Дагестана, будет действовать принцип «незаменимых людей нет». Сельхозугодия Дагестана в мусорном плену. Специалисты Россельхознадзора обнаружили очередную крупную свалку площадью в 4 гектара недалеко от села Агачаул, Карабудахкенского района. По вине местных властей, сельхозугодия превращены здесь в полигон для вывоза твердых бытовых отходов. По данному факту, в отношении администрации составлен административный материал. Специалисты Россельхознадзора проводят регулярный осмотр территорий на предмет выявления несанкционированных полигонов. Но, похоже, не все понимают, что незаконные свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и приводят к порче земель. Депутат Ленинского района Махачкалы обманом, завладевший 5 гектарами земли, предстанет перед судом. По данным Следственного комитета, мужчина со своим знакомым пытался присвоить участок стоимостью 270 миллионов рублей. Обвиняемые составили поддельные документы от имени городской мэрии и завладели тремя земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности. Уже утверждено обвинительное заключение по делу и в ближайшее время суд начнет его рассмотрение. Сообщников обвиняют в мошенничестве и легализации преступно добытого имущества. В земельные участки вернутся законным собственникам, на них наложен арест. Насколько безопасна продаваемая на рынках Махачкалы продукция? И отвечает ли требованиям нормативов то, что мы покупаем и употребляем в пищу? Управление Ростельхознадзора по Дагестану совместно с Объединением потребителей России провели рейд, направленный на выявление фальсифицированной продукции на втором городском рынке. На этот раз проверяли молочную продукцию и мясо. Подробнее в сюжете Луиза Раджабовой. Молочный павильон второго рынка. Торговля кипит, покупателей здесь немало. Однако и продавцов, не соблюдающих правила продажи скоропорчащихся продуктов, как выяснилось, тоже не меньше. Вот, например, сметана без срока хранения. А когда она сделана? Вторник. Вторник? Да. А где здесь написано? Нигде не написано. А почему же? Ну вы хотя бы этикеточку какую-нибудь наклеивали. А вот на этом масле точно не подскользнешься. Бутерброд со спредом не будет падать маслом вниз. Дешевый и вредный аналог сливочного масла за 330 рублей здесь не редкость. Только вот продается суррогат под видом настоящего лакомства. Невооруженным взглядом отличить его от настоящего масла у покупателя вряд ли получится. Спред молочно-сливочный, растительный. А продается как масло, да? То есть вы считаете, что спред 330 рублей стоит, да? Спред 330. Это за килограмм? За килограмм. Сливочный? Малый растительный, южанка. Ну вот, пожалуйста. Вот он что-то написано. Однако у продавцов своя версия происходящего. Минок ничего не дают. Нас сбирают. Ну вообще ничего. Ни пищевую пленку, ни парту. Нет, нет, нет. Ни партуки мы сами, пищевую пленку мы сами, пакеты мы сами. А как часто сам рынок вас проверяет? Рынок, вот люди из рынка ходят и проверяют. Как часто? Не мы, а вот рыночные ваши? Рыночные каждый день анализы проверяют. Вперед, да? Утром, да, берут анализы? Утром. Каждый день они анализы. У кого-нибудь какие-то выявления бывают? Оршения, выявления? Выявления не было. Предупрежден, значит вооружен. О всех бросающихся в глаза нарушениях предупреждают и уже не в первый раз. Благодаря регулярным рейдам продавцы теперь накрывают сыр пищевой пленкой, а торгуют в фартуках. Да, это действительно незнание, это абсолютная безграмотность, в том числе юридическая безграмотность. Мы с этим вопросом сталкиваемся постоянно и не только в Дагестане, это практически везде. К сожалению, люди, открывая предпринимательскую деятельность и начиная заниматься предпринимательской деятельностью, попадаются в эту ловушку вместо того, чтобы проконсультироваться с кем-то, как надо правильно вести предпринимательскую деятельность. Посыпают солью и пеньки для разделки туши, не забывая их выравнивать. У мяса теперь появилась должная маркировка и сопроводительные документы. Прежде чем выставить мясо на прилавок, его проверяют в ветеринарной лаборатории, расположенной здесь же, в павильоне. Мы наблюдаем значительные улучшения. В тот раз мясо и кури, по нашему требованию, они должны быть с клеймом. Клеймо на всей продукции должно быть читаемым. Этого в прошлый раз не было. В этот раз, где мы смотрели, проверили, есть овальное клеймо, читаемое, есть ветеринарный сопроводительный документ. Вот эти вот пни, на которых режется мясо, они должны быть ровные, и под них должно быть пространство, чтобы оно вытиралось. Но не везде это есть еще. Но это обручами, они это потихоньку делают, где-то они есть, но не все эти пни неровные. Это точно не последний рейд, призванный улучшить ситуацию с безопасностью продукции на столичном рынке. По словам директора торговой площадки, с безответственными продавцами договора будут расторгаться. После каждой проверки обязательно результат бывает, какой-то сдвиг бывает. Ну а так же замечаний меньше не становится. Уже становится, как? 90% вы сами же уже выделили, специалисты говорят, 90% уже устранено все. А те, кто не будут выполнять... Мы их лечим без. Долго расторгаем в домах и лечим без. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Около тонны курительных смесей задержано пограничниками ФСБ и МВД по Дагестану. Двое жителей Азербайджана попытались ввести в Россию запрещенное вещество скрытно в обход установленных таможенных правил. Груз был обнаружен при досмотре принадлежащих иностранцам машин. Каждый день наркотики уносят жизни людей. Находясь в любой точке мира, в любом социальном статусе, человек по-прежнему слаб перед этой бедой. Сегодня в России проблема смертельно опасной зависимости разрастается. Нанимало и тех, кто победил тягу к наркотикам и ведет здоровый образ жизни, мотивируя тем самым и других. Моя коллега Алина Вагилова побывала в реабилитационном центре «Мираж» и узнала, как борются с проблемой наркозависимой. Из десятка молодых ребят в этой комнате вернуться к нормальной жизни надеются все. Шесть месяцев – стандартный срок реабилитации, но это только минимум. Возможно, некоторым из них придется бороться с зависимостью всю жизнь. Но сейчас все они проходят программу «12 шагов» в реабилитационном центре «Мираж». Какие виды сапотажа вы знаете? Внешние дотренины. Тут нет личного пространства в принципе. Общение с собратьями, по несчастью, обязательная часть восстановительной терапии. Ежедневные психологические тренинги, дежурство по дому, молитвы. Выходить, звонить друзьям и даже родителям нельзя. Телефонов и телевизоров нет, но есть живое общение, и братья наши меньше, если станет грустно. Ребята, которые осознают свою проблему и не знают, как быть, на самом деле, они знают, как быть, и не могут просто решиться. Мы призываем к тому, чтобы каждый человек остановился, услышал самого себя и принял правильное решение в плане обратиться за помощью. И я хочу сказать одно – хуже точно не будет. Два родных брата приехали лечиться из Москвы. Одному 16, другому 21. На вопрос о том, как вообще случилось такое, почему в дело втянулся младший брат, старшие отвечают, что причина всему – обиды на родителей. А еще то, что младшему якобы доставалось больше внимания. Дурной пример заразителен. Ход шло все. Соль, метадон, ЛСД, героин, марихуана. Юноши признаются – денег на дозу всегда не хватало. Приходилось воровать и грабить. Тяжело очень, и до сих пор, короче, последствия сильные. Чем раньше начнешь лечение, тем лучше. То, что ты говоришь сам себе, завтра я перестану употреблять, это не работает. Мы с моим младшим братом уже год, вот, я употреблял на протяжении 7 лет, 14 лет. И вот последний год мы с ним говорили, сегодня бросим, сегодня бросим. Это сегодня нас только уводило больше в могилу. Если бы сюда не попали, то, скорее всего, либо были бы в тюрьме, либо на могиле. Мы же стали худыми, начали воровать из дома все. И вот так вот. И перестали вообще понимать, где родные, а где чужие. Нам нужны были только наркотики. Причины и истории у реабилитантов разные. Все начинается банально – алкоголь или сигареты. А заканчивается зависимостью и неумением справиться с собственной бедой. Сказать «нет» разрушительному и пагубному увлечению. Когда я попробовал, мне стало хорошо. Не знаю, какое-то облегчение в теле, в душе. Никакую боль не ощущал. А у вас была боль? Да. Ну, с детства у меня это боль. Потери родителей потом. Последний год-два я начал употреблять тяжелые наркотики. Это героин, начал к лодцам. Не знаю, такой образ жизни вел на улице. Хотел показать, что я такой крутой или какой. Страдают от зависимости, как правило, самые близкие. Вспоминать о каждом случае тем, кто столкнулся с этой бедой, всегда сложно. Особенно, когда это касается самых близких. Например, родного брата. Отчаявшаяся женщина признается, что кому только не обращалась за помощью. Но последней надеждой в итоге стал реабилитационный центр. А еще мольба к Всевышнему об излечении ее брата. Конечно, альхамдурюля, что сегодня он уже два года и шесть месяцев трезвости. Страх, конечно, был и остается по сегодняшний день. И страх уже не за него, а за своих детей. Потому что эта зараза, она... Я столкнулась уже с семьями, с людьми, которые реально принимают и столкнулись с этой проблемой. Поэтому об этом можно говорить много, но ничего хорошего. И, конечно, вина в родители, в первую очередь нас, родители. В свое время упущение, да. По данным специалистов, на 70% успешное излечение зависит от того, как поддерживают пациенты его близкие. Поэтому для родственников наркозависимых работает специальная группа психологической поддержки. Над родителями у нас бывают определенные дни в неделю, когда проводят родительское собрание. И там ведем беседы и работаем тоже над ними. Так как проблема зависимости – это проблема не одного человека, это проблема также и соцзависимых дома родителей, сестер, братьев. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала». Российским пенсионерам повысили доплату за возраст. Речь идет о надбавке к пенсии, которая полагается гражданам после 80 лет. Сумма выросла на 400 рублей и составила 5334 рубля. Подавать дополнительные заявления для получения доплаты не требуется. Пенсия будет повышена автоматически, и при этом пенсионер обязательно должен быть получателем традиционной страховой пенсии по старости. В Государственную Думу внесены поправки, которые касаются использования средств материнского капитала. Теперь его будут выплачивать и семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка или последующих детей общая сумма выплаты составит 616 617 рублей. Решение о выдаче сертификата на мат-капитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее в течение месяца. Дагестан с рабочим визитом посетили гости из королевства Брунея. Ректор Исламского университета имени Султана Шарифа Али и его заместитель встретились с представителями власти и муфтията республики. Они посетили ряд учебных заведений и самую масштабную народную стройку Дагестана – духовный центр имени пророка Исы. С какой же целью приехали к нам гости из далекого Брунея, преодолев 10 тысяч километров пути, расскажет Хамзанур Магомедов. Таким стихотворением о мире и добре на малайском языке встретили гостей из Брунея студенты гуманитарно-педагогического колледжа. Нур Ирфан Бинзайнал и его помощник поразились такому гостеприимству. Основная цель их визита – заключение соглашения о сотрудничестве между образователями учреждениями Брунея и нашей республики. «Мы в дальнейшем будем сотрудничать. У нас состоится обмен студентов, обмен преподавателей и обмен специалистов. Мы уже с марта месяца готовы принять студентов из Дагестана». Брунея в 10 раз меньше Дагестана по территории, да и живет там меньше полумиллиона человек. Однако это одна из самых богатых стран исламского мира, занимающая одно из первых мест в Азии по уровню жизни. Гости из Юго-Восточной Азии встретились со студентами и преподавателями не только ГПК, но и Дагестанского гуманитарного института, Дагестанского исламского университета и медколледжа имени Башларова. Они сообщили им, что высшие учебные заведения Брунея готовы принять дагестанцев. «Мы готовы для поддержки наших студентов в дальнейшем учебе, но это нужно в первую очередь их желание. После окончания нашего учебного заведения они могли бы продолжить свою учебу в Брунея». После подписания официальных документов о сотрудничестве гости направились в духовный центр имени пророка Иса Мир ему. Им показали возводимые здания комплекса и подробно рассказали о грандиозном проекте. «Было очень приятно видеть, что в вашей стране реализуют такие социально значимые проекты для мусульман. И то, как свободно вас тут практикуют ислам, как развивается ваша религия и любовь ваших граждан к исламу. Очень значимо, что именно в Дагестане строятся такие проекты, которые служат центром притяжения к себе людей, исповедующих другие религии». Накануне до этого бурнейцы посетили муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди и министра по национальной политике и делам религии Энрика Муслимова. Они рассказали о своем вузе и желании тесно сотрудничать в разных сферах, укреплять межгосударственные связи и повышать уровень образования дагестанских и бурнейских студентов. В знак дружбы и согласия стороны обменялись памятными подарками. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Суперсовременное оборудование на сумму, превышающую 120 миллионов рублей, установлено в Республиканском центре инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом. В эту больницу поступают люди с различными инфекциями. Новое оборудование позволяет обеспечить персоналу минимальный контакт с пациентом. Все оборудование на дистанционном управлении. Например, передвижной рентгенаппарат. Настолько мобильный, что его можно занести в палату к больному и сразу же сделать снимок. Оборудование здесь ждали. Во многих отделениях больницы провели ремонт. Реанимационное отделение теперь может оказать любую экстренную помощь. У меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова